Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю свой канал Здорово с нами, где мы знакомим вас с разными оздоровительными практиками и в основном как можно лечиться дома. И сегодняшняя тема нашего разговора это анемия и это железодефицитная анемия. Очень многие люди имеют анемию, но как-то не догадываются об этом. То есть у них низкий гемоглобин, если они сдают анализы на железо, у них низкое железо. Сейчас какие-то все анализы стали делать, такие, знаете, не для людей, для врачей. То есть там ферритин, но вообще два анализа железа давно будет. Это железо и сывороточное железо, потому что оно немножечко разное. И там есть нижняя граница, верхняя граница, и очень часто бывает, что у людей на в разы ниже нижней границы. В 2015-м, даже в 2013-м году мы с сестрой переставили себе пиявки. То есть я отучился у Агулова. Вот в чем проблема всех вот таких вот центров, которые обучают. Потом мне говорят, ответственность за это не несут. И у нас там обучал то ли Константинов, то ли Костя, я не помню, специалист. И он нам говорил, ставьте пиявок сколько хотите. И он нам там сразу поставил 6 пиявок на пупок. Потом я купила еще пиявок и начала ставить их. Мне сказали, что рассосется у вас шов. А у меня два шва, аппендицит и кесаревый сет. Я вот стала ставить по 11 штук, чуть ли не через день себе эти пиявки. Сестре ставила, везде ставили. И это было, значит, я отучилась летом, в августе где-то, в сентябре. И уже, наверное, в октябре у меня начался синдром беспокойных ног. То есть я ложусь спать и начинаю вот так вот каждую секунду двигать ноги. И так это вот у меня продолжалось до половины шестого утра. Я не могла уснуть. Потом я просто вырубалась. И еще я заметила, что я вот выхожу на улицу, и у меня ног как будто ниже колена нету. Я их не чувствую. У меня такая слабость, ноги просто не идут. Не идут. Я работала тогда в ЦКБ. Я записалась к врачу, пришла на прием. И говорю, вы знаете, наверное, у меня синдром беспокойных ног. А это, скорее всего, железодефицитная анемия. Вот, начитается этого интернета. Почему вы решили? Я говорю, ну вам сложно, что я назначил мне анализ на железо. Она мне назначила анализ. Я пришла там через два дня. И она мне говорит, у вас железо 2,5. Нижняя граница для женщин. Там пифт, конечно, что 8,7. Это все вранье. 11. Представляете, 11,2,5. Почти в 5 раз. И она мне назначила железо. Ну я уж такая. Не могу пить железо из аптеки. Зачем? Хотя на самом деле железо – это железо. Вспомните, как один американский доктор, потом который начал заниматься вот этой компанией Nutrilite, что ли, который сам МВ продает. Они, он просто, когда сидел в тюрьме, он просто строгал гвозди. Вызывая ржавчину. И они это ели, чтобы как-то восполнить железо. Я решила в аптеке не покупать. Я пошла, купила в МВ баночку железа. И начала пить. Там написано, надо пить по одной, там три раза в день. Я думаю, нет, я буду пить по две. Три раза. Я начала пить. Проходит неделя, я иду на повторный анализ. Доктор говорит, у вас железо вообще не поднялось. Я говорю, как? Не может быть. Он говорит, а что вы пьёте? Я говорю, вот, амвей. Да, а сколько пьёте? Я говорю, по две капсулы. Нет, я не стала говорить, что я нарушаю. Да, я сказала, три. Как положено. Они говорят, ну хорошо, хорошо. Проходит ещё неделя. Моя слабость не проходит, ничего не меняется. Я опять прихожу к врачу-врачу и говорю, почему у вас не растёт железо? Вы какую дозировку пьёте? Я говорю, а какую надо? Он говорит, минимум 150 миллиграмм два раза в день. Три не рекомендую, потому что могут быть запоры. Оно вызывает запоры. Я иду домой, обберу свою эту баночку, амвей. Я смотрю, а там одна таблетка содержит три миллиграмма. Представляете, три. То есть я выпивая шесть таблеток в день, то есть у три – восемнадцать. А мне нужно триста. Мне нужно всю вот эту баночку выпивать в день. Я убрала амвей после этого. Я перестала в амвей брать. Я поняла, что там всё так. В таких дозах непонятно каких. Пейте банками. И пошла, купила обычный какой-то там есть с шоколадом. Но я, по-моему, взяла пенюль, что ли. И вот начала пить. Я сразу выпила первый день. И у меня вот эта слабость в ногах прошла. Понимаете? И я потом через неделю взяла анализы. И он не так быстро поднимается. Но гемоглобин сразу поднялся. А железо у меня было где-то, наверное, восемь. Но потом я сдавала. Оно у меня было двадцать. Понимаете? Вот так вот. Это значит, что я своим умом доказать себе, что это крутое. Зачем мне дешёвое? Нет. Железо, как говорится, оно и в Африке железо. Что ещё важно знать про железо? Вы понимаете? Никто этого не говорит. Официально медицина вообще у нас на всю тему молчит тряпочку. Железо очень сильно связано с медью. Почему вот Агула всегда рекомендует медные кружки, медные стаканы. Да, вот я сейчас ношу медный браслет. Смотрите, как он у вас. Что, ничего тут у меня вот чуть-чуть пожелтело. Это показатель, да? Вот. Надо. Всегда раньше носили медный браслет. И вот этот медный пятачок, который детям везде ставили, только его надо натирать. Только тогда он даёт в организм. То есть у нас в организме, когда не хватает железа, железо у нас идёт в связке, железо-медь. Точно так же, как вот у нас есть, да, калий-натрий, магний-кальций. Вот так же у нас медь-железо. И если у вас не хватает железа, это показатель того, что у вас с кальцем очень сильно не хватает меди. И медь надо восполнять. Самое простое – купить вот эту посуду. Писки с неё, ну, это долгая песня, браслет. А можно, если очень сильно понижено, для состояния облегчения, чтобы почувствовать, купите БАДы с медью и начинайте принимать. Что ещё можно сказать по железу? Тогда, когда в 2013 году я ещё не ходила к врачу, думаю, ну, я сама справлюсь. Вернее, когда мне заставили этот диагноз, я начала есть всё. Я съела столько граната, сколько я, наверное, в жизни съедала. Тогда я накопила кучу-кучу этих гранатовых корок, да? Потом я ела, мне звонили, говорили, ешь языки, ешь печень. Сын мне говорит, что-то там недавно было, а я кому-то там, кто-то звонит по телефону, я говорю, вы знаете, у вас анемия, вам надо вот это, вот это. А сын мне говорит, а языки? Я говорю, какие языки? Ну, помнишь ты, когда у тебя был низкий гемоглобин? Вернее, низкое железо, ты тогда языки ела много? Не помню. Видимо, я вот так и хомпила с этих языков, что даже не помню. То есть я послушала всех, кто мне что советовал, в интернете нашла кучу рецептов. Ни грамм железа у меня не поднялось. Всё это фигня. А потом ещё вот сейчас на этом фоне я могу вам сказать, что, конечно, наше железо очень... И вообще все микроэлементы, во-первых, они у нас тратятся на нейтрализацию токсина, во-вторых, их очень любят все эти наши паразиты, которые живут внутри нас. И поэтому, если вы хотите правильно всё сделать, конечно, надо начинать всегда с очищения. Это у нас антипаразитарка, очищение кишечника. И только потом начинать пить. Почему? Потому что если вы будете есть много-много-много всего, БАДы, всё принимать, то почти всё съедят глисты. Это, например, есть такое знание, я не знаю, где-то в интернете врачи же ничего не пишут. Где-то в интернете, наверное, это есть, что аскорида, она в нормальном состоянии, у человека живёт полтора... Ну, это одна особь, да? Они обычно парой ходят, чтобы как-то делиться, размножаться. Она живёт полтора года. Если вы едите БАДы, всякие вкусности, всё-всё-всё-всё-всё-всё, то эта аскорида, зараза, живёт три года. Вы её откармливаете, ей хорошо. Это всё. То есть, начинаем с антипаразитарки, обязательно чистим кишечник, не забываем об этом. Я вот вчера консультировала девочку, у которой экзема и псориаз, и она мне говорит, я вот ей это делаю, это делаю, это делаю. Я говорю, а антипаразитарка? Ну, вроде как, что-то, но там сильно не делала. То есть, сразу заходила на сыроедение. Да, она должна на сыроедение, она скомпенсировала себя, помогла немножечко. Но паразитам стало ещё лучше, потому что она стала есть хорошую, правильную еду. Они едят за неё. Поэтому надо обязательно начинать любую свою оздоровительную программу, я не устану это повторять, зачищение и с антипаразитарной программы. Всё это у нас есть на сайте, есть у нас на канале. Заходите, смотрите. Будьте здоровы с нами. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте нам лайки. Спасибо. Спасибо.